Гипертонию, головные боли, диабет, заболевания порно-двигательного аппарата можно вылечить без лекарств. По авторской методике доктора Шишонина. Филиал Московской клиники, теперь в Тарусе. Микроанатомическое УЗИ гарантирует точный диагноз. Индивидуальные программы лечения под контролем врача. Методика доктора Шишонина запатентована. Бесплатный номер для записи к врачу и консультации. 8 800 555 76 81. Здравствуйте! Вы смотрите новости в студии Полины Никитина. Сегодня в выпуске главные темы. Цветочный патруль. В Серпухове поздравили автоледи. Паспорт с цветами. Какой сюрприз преподнесли посетительницам миграционной службы? Своих не бросаем. На площади Владимира Храброго состоялся флешмоб. Цветочный патруль вышел на улицу Серпухова. Накануне Международного женского дня прошла акция местного отделения партии «Единая Россия», ГИБДД и 8 полка ДПС. Инспекторы ГИБДД и 8 батальона 2 полка ДПС останавливают только те машины, за рулем которых автоледи. Желаем счастья, здоровья, любви, прекрасного настроения. Спасибо огромное! Очень приятно, потому что такое утро и сразу цветы дарят мужчин. Спасибо огромное! Поздравления, цветы, открытки и, конечно, буря положительных эмоций в подарок. Акция «Цветочный патруль» накануне Международного женского дня проводится ежегодно. Я, в принципе, знаю, что каждый год поздравляют, но меня в первый раз. Очень приятно. Настроение сразу поднимается. А эта автоледи даже вышла из машины. Почему остановила инспектор, сразу не поняла. Вместо «предъявите ваши документы» услышала слова поздравления. Эмоции бьют через край. Испугалась. Думаю, что случилось. Вроде все нормально было ехало. А тут с цветами. Приятно. Спасибо. Акция «Цветочный патруль» проходит по инициативе Серпуховского местного отделения партии «Единая Россия» совместно с ОГИБДД и 8-м батальоном 2-го полка ДПС. Серпуховское местное отделение партии «Единая Россия» совместно с сторонниками партии «Единая Россия» проводит очень большое количество акций в преддверии дня 8 марта. Поздравляют всех женщин и желают им всего самого наилучшего. Мы сегодня поздравляем с Международным женским днем всех прекрасных леди, автоледи и милые уважаемые дамы. Мы вас поздравляем. Эти цветы для вас. Цветы и подарки накануне 8 марта сегодня получили от местного отделения «Единая Россия» инспектора ОГИБДД и 8-го батальона 2-го полка ДПС. Милым дамам продолжают дарить цветы. В преддверии праздника 8 марта сотрудники отдела Серпуховской миграционной службы преподнесли сюрприз посетительницам. Неожиданно получить подарок всегда приятно. В преддверии женского праздника сотрудники отдела миграционной службы «Мой МВД России» Серпуховское вручили посетительницам весенние букеты тюльпанов. Традиционно в преддверии празднования Международного женского дня сотрудники «Мой МВД России» Серпуховское совместно с представителями общественного совета приняли участие во всероссийской акции «8 марта в каждый дом». Полицейские поздравили дам и напомнили им о преимуществах получения услуг в электронном виде. Портал «Годслуг» очень удобен в работе. Документы можно подать в любом месте, в любое время, ночью, днем. Потом подал, тебе пришло приглашение, когда явиться, никаких очередей. Пришел в точно указанное время, получил свою государственную услугу. Очень удобно пользоваться порталом «Госуслуг», не выходя из дома, в любое удобное для себя время. Заходишь на портал «Госуслуг», заполняешь все необходимые документы. Очень здорово, мне очень понравилось. Спасибо за поздравления сотрудникам УВМ. Каждой было приятно получить подарок. В этот день женщины уходили с улыбками. Чтобы в душе царила весна. В Дворце культуры России с весенним праздником поздравляли мам, бабушек, жен, сестер и дочерей. Им признавались в любви и уважении. Для них звучали любимые песни. Концерт московского мужского хора «Пересвет виртуозы» стал незабываемым подарком для женщин. «Пересвет виртуоз» Они были получать подарки, слышать слова восхищения и добрые пожелания. И они, конечно же, звучали. Мне хотелось бы поздравить всех наших милых, дорогих, любимых женщин с этим праздником. И пожелать вам, каждой из вас здесь сидящих, всех нашим женщинам-серпуховичкам, побольше нежности, чистоты. И чтобы в душе у вас всегда было тепло, теплота и любовь. Пускай вас окражают только добрые и любимые вами люди. Пускай все, что вокруг вас, вас только радует. Решите мне от имени состава мужчин Совета депутатов поздравить вас с этим замечательным днем. Мы вас любим, мы вами гордимся. Мы желаем вам, чтобы у вас было как можно больше положительных эмоций, чтобы не пришла к вам беда, чтобы всегда рядом с вами была любовь и забота. Всего-всего вам хорошего и доброго. Такими же аплодисментами зрители встретили и певцов мужского хора «Пересвет виртуозы». Ты ждешь, Лизавета, от друга привета. Ты не спишь на рассветах, все грустишь обо мне. Это был не совсем обычный концерт. Артисты своими песнями и послесловием к ним выражали свое отношение к происходящим в мире событиям. Пусть у нас наступит мир, покой и безопасность, которую мы веками усилиями героических предков и наших современников отстаиваем для нашей великой страны. Звучавшие песни подхватывались всем за ум. В основном в концерте исполнялись любимые и знакомые мелодии. «Поцепила я не стану, узнаю сам, что говорю. С ней по звездочку достану и на память подарю». «Сердце, тебе не хочется покоя». «Сердце, как хорошо на свете жить». Каждая песня вызывала у зрителей вот такие аплодисменты. Но самые продолжительные прозвучали после исполнения баллады «Гимна женщине». «Очарована, околдована, с ветром в поле когда-то повенчана». «Жива российская женщина! Жива Россия! Ура!» «Мы с вами в пионерском детстве вообще произносили слова «миру мир» так вот, знаете, как будто знали прекрасно, что абсолютная безопасность. А теперь это самое главное. Поэтому, конечно же, мирного неба. Мирного неба добрых и сильных мужчин, счастливых румяных детей и, конечно же, потрясающих, неповторимых, смеющихся, сияющими глазами женщин. Пусть нас с вами будет много в нашей стране. Пусть она преодолеет все невзгоды, сложности и расцветет, потому что Россия – это тоже страна женского рода». Зрители долго не хотели отпускать певцов. «Концерт был огромным подарком для нас, для женщин, для серпуховичек. Песни прозвучали старые, про любовь, про жизнь, про мир. И сегодня не очень такое, как бы сказать, спокойное время, но так или иначе праздник состоялся. И мы, женщины, матери, бабушки, прабабушки, мы хотим на следующий год встречать этот праздник в мире, чтобы был мир во всем мире». «Мы хотим, чтобы женский праздник всегда был радостным, солнечным и веселым. Спасибо большое за этот концерт всем, кто его организовал». Так что пусть 8 марта и дальше остается праздником преклонения перед теми, кого называют слабым полом, какими бы сильными они ни были. Неистекаемый источник вдохновения – женщины-музы. В Центральной городской библиотеке прошел художественно-поэтический час. О тех, кто восхищает во все времена и эпохи, в нашем следующем сюжете. Порой мы, восхищаясь работами художников, не задумываемся, кто был музой-творца. А вдохновителей есть даже у полотен, которые, казалось бы, никак не могут быть связаны с женщинами. Музой Карла Брюлова при написании картины «Последний день Помпеи» была хрупкая графиня Юлия Самойлова. Даже создавая трагичную работу, художник думал о возлюбленной. Как минимум четыре девушки, изображённые на картине, имеют лицо Самойловой. Мы рассказали нашим гостям о женщинах-музах, которые художники изображали на своих полотнах в разные времена. Рассказали зрителям об Александре Струйской, изображённой на холсте Рокотова, о героине – картины «Сомова дама в голубом» Елизавете Мартыновой и о Марии Лопухиной, музе Боровиковского. Знаете, я очень люблю Лопухину. Она мне вот как-то дорога, что ли. Я смотрю на неё, у меня очень близок её вот образ. И вроде и грусть, и радость, и красота. Одень нас, и мы будем такие же красивы. Удивила всех история песни Аллы Пугачёвой «Миллион алых роз». Герои композиции имеют прототипы. Бедный художник – это художник Нико Перасмани. А дама, в которую влюблён несчастный творец – Маргарита Десёвр, французская актриса. Каждый в этот день узнал для себя что-то новое и получил заряд позитива. Первые четыре, они очень хорошие. Потом пришли, вот викторинам, пожалуйста, хозяюшка. Вот я выиграла приз себе. Очень понравилась ведущая. Ведущая молодец. Она так всё доступно, всё так хорошо сказала. Юлия Васильева – постоянный посетитель библиотеки. Она хореограф. Говорит, человек должен обязательно идти бок о бок с прекрасным. Все виды искусства, они между собой очень связаны. Хореограф может в какой-то музе увидеть образ, сделать что-то цельное на пользу своей работе, своему творчеству. После путешествия по биографиям художников и их муз посетителей ожидало праздничное чаепитие с угощениями. В честь праздника сотрудники библиотеки подарили гостям книги, посвящённые женщинам. Специалисты администрации Серпухова совместно с сотрудниками административно-пассажирской инспекции линейного отдела полиции штаба гражданской обороны провели рейд по безопасности на железной дороге. Каждый день по прибытию каждого электропоезда находятся те пассажиры, которые в целях экономии времени переходят железнодорожные пути в неположенном месте. Такие случаи могут привести к печальным последствиям. К сожалению, люди, не ценя своей жизни, преодолевая железнодорожные пути и инфраструктуру железной дороги в неположенных местах, тем самым пытаясь сохранить какое-то время, не соблюдают правил нахождения на железнодорожной инфраструктуре. И задача администрации в том, чтобы сохранить жизнь людей и предупредить их о том, что нужно соблюдать элементарные нормы и правила поведения как в общественных местах, так и на железной дороге. Сэкономить время, а может и деньги на билет – это самые популярные причины выбора запретного пути. С нарушителями была проведена разъяснительная работа. Люди умудряются все равно найти какие-то небольшие лазейки. В период учебы очень много студентов, которые нарушают данные правила. В летний период будет поменьше. Наверное, очень часто обидно за то, что частенько даже умудряются пожилые люди, да, там где-то умудряются прыгать с платформы. И также молодые родители не приучают детей к тому, чтобы нужно соблюдать вот эти элементарные правила и нормы. Специальные службы каждую неделю проводят профилактические рейды. Флэшмоб «Своих не бросаем» в поддержку Донецкой и Луганской народных республик прошел на площади Владимира Храброго. Организаторами акции выступили местное отделение партии «Единая Россия» и Управление по работе с молодежью администрации муниципалитета. «Своих не бросаем!» Скандируют в один голос. Десятки неравнодушных серпуховичей, представители волонтерских объединений, общественных организаций, молодогвардейцы, члены и сторонники партии «Единая Россия». В руках у участников российские флаги. С триколором в руках активисты выстроились в виде буквы «З». В данной ситуации главное поддержать людей, поддержать нашу страну. И не только, чтобы не только у нас было мирное небо над головой, хотелось бы, ну и чтобы во всех странах было так. Главное – поддержка народа. Просто хочется, чтобы все рядом были в этот самый трудный момент, чтобы все россияне собрались все воедино. Во флэшмобе приняли участие молодежные организации и учреждения Серпухова. Сейчас различные акции в поддержку российской армии проводят по всей стране. На сегодня это все. Далее прогноз погоды. Еще больше новостей читайте и смотрите на нашем сайте, на сайте администрации, в социальных сетях. Всего вам самого доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! Натяжные потолки от установщика номер один нашего региона студии «Парсек» – это более 10 лет работы на рынке натяжных потолков. Профессиональные монтажные бригады, собственное производство, контроль качества на всех этапах изготовления и установки, гарантийное и постгарантийное обслуживание. Обоснованная цена и все виды материалов, существующие на рынке. Натяжные потолки от студии «Парсек». Доверяйте профессионалам. Бесплатный выезд технолога вы можете заказать по телефону 76 48 48. Код города 49 67. Звоните прямо сейчас и получите дополнительную скидку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова